Транспорт в вооруженных силах 1960-е годы ознаменовались осознанием среди генералов того, что принятые на вооружение тягачи не соответствуют многим нормам безопасности. Учтя опыт участников Второй мировой войны, был запущен процесс проектирования нового образца тягача, способного защитить себя и расчеты в случае внезапной атаки. Для большей экономии и быстроты работы принято решение о проектировании модели на базе уже существующей и запущенной в серию машины. Ей оказался МТЛ – тягач на гусеничном ходу с отличными тактико-техническими характеристиками, для которого оставалось только доработать броневую защиту. Производство тягача и вездехода было налажено на Харьковском тракторном заводе, известном прежде всего военной продукцией. Боевое крещение машина приняла в Афганистане, и сразу же в армии начались разговоры о бесполезности этой машины. Причина этого – в неправильном использовании МТЛ-Б. Армейцы, называя машину «барахлом», сравнивали ее с БМП и БТР. Между тем, рассматриваемый образец находится в другом классе военного транспорта. В нем-то мотолыге не оказалось равных. После развала СССР основное производство этой необходимой для армии техники оказалось за границей, в независимой Украине. Это создало многие сложности в закупке новых единиц и в ремонте, стоящей на вооружении техники. Правительством было принято решение развернуть создание МТЛ-Б в городе Муром на базе предприятия «Муромтепловоз». Заводчане прониклись идеей, и именно там было рождено большое количество модификаций и экспериментов с размерами и габаритами. Боевое применение этой машины продолжилось в конфликтах конца XX и начала XXI веков. С МТЛ-Б связан интересный казус. По международным законам и соглашениям об ограничении вооружений, мотолыга не попадает под запреты. При этом для специфичных боевых действий, как партизанская и контрпартизанская война, устройство подходит идеально. Корпус машины состоит из нескольких броневых листов толщиной несколько миллиметров. Эффективно броня защищает только от осколков и стрелкового оружия. Это же дает плюс. Тягач обладает высокой плавучестью и проходимостью. При весе всего 9,7 тонн это не вызывает удивления. Компоновка состоит из трансмиссионного отделения, располагающегося в носовой части. Отделение управления впереди. Здесь же установлена башенка с пулеметом, который находится в ведении командира машины. Моторный отсек и отделение для грузов и пассажиров находятся, соответственно, в середине и конце тягача. В разработанных для севера конструкциях установлена дополнительная печка. Гусеницы, имеющие ширину 350 миллиметров, обеспечивают отличное прохождение практически по любому покрытию. Они же, благодаря движению, позволяют плавучей конструкции сравнительно быстро перемещаться по водной поверхности. Играет роль небольшая, всего 9,7 тонн, масса аппарата. Но за все нужно платить. В данном случае – расходом топлива. Кушает аппарат 80-100 литров топлива на 100 километров. Прекрасные технические характеристики позволили создать на базе этой машины огромное количество модификаций. Транспортные задачи сохранили 20 широко распространенных модернизированных машин. Около 50 разновидностей приобрели ярко выраженные боевые функции. Кроме этого, имеется множество разработок для геологов, лесников, пожарной службы. Каждая имеет свои характерные особенности, как то увеличенный запас топлива, поворотные транспортеры и мостики или вмонтированные цистерны и прочее. Поскольку тягач используется более 20 странами по всему миру, уследить за всеми переделками очень сложно. МТЛБ является типичной машиной рабочего типа. Для военных, работающих в тяжелых условиях Севера, без этой машины сложно представить нормальную службу. Грузоподъемность и вместительность, безотказность в эксплуатации, сравнительно дешевые запчасти и простой ремонт дают неоспоримые преимущества гусеничному вездеходу МТЛБ перед конкурентами. На этом пока все. Еще больше интересных фактов мы постараемся предложить вашему вниманию в наших следующих выпусках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...